Всем привет! Меня зовут Алина и в этом видео я покажу, как можно сделать прекрасную розу из зефирного фоамирана. Мне очень хотелось повторить вывернутую розу, так как я пересмотрела кучу фотографий в интернете и вдохновилась ими. Для одного лепестка понадобится заготовка из фоамирана размером 3,5х5 см. Для одной розы нужно вырезать 18-20 таких заготовок. Складываю заготовку пополам и вырезаю форму лепестка. Край я делаю немножко заостренным. И как я уже сказала ранее, нужно вырезать 18-20 лепестков. Часть обрезков из фоамирана я не выкидываю, из них я формирую шарик и далее перекрываю еще одним слоем фоамирана. Этот способ я использую в целях экономии материала и потому что мне жалко выкидывать фоамиран. Но вы можете заменить этот шарик шариком из фольги. Далее я вставляю проволоку и нужно плотно прижать шарик. Вместо проволоки вы можете использовать шпажки или зубочистки. Мне удобнее работать с проволокой. Далее у основания шарика нужно затянуть нитками. В этом цветке мне хотелось сделать, чтобы серединка была немножко бутончиком. И поэтому я сделала такую основу. Далее я нагреваю утюг и перекладываю по одному лепесточки. Далее перекладываю в ладонь и сжимаю, как показано на видео. Фоамиран очень мягкий и пластичный и легко принимает форму. Таких лепесточков нужно сделать 13-15 штук. Далее 5 лепестков, которые будут вывернуты по краю, нужно также нагреть на утюге и сделать уже заостренный край, как показано на видео. Очень здорово, если у вас есть какие-то молды для создания лепестков розы. Это сделает розу еще более реалистичной. И вот все лепестки я свои заготовила, переходим к сборке розы. На лепесточки наношу капельку горячего клея и приклеиваю к нашему шарику. Клей нужно также нанести по краю, можно еще в центре, чтобы плотно приклеить лепесток к шарику. И таким образом нужно сформировать серединку, приклеиваю один за другим лепесток. Ничего страшного, если даже будет виден шарик, будет создаваться впечатление, что цветок еще не полностью раскрылся. Ну вот такая серединка у меня готова. Дальше я перехожу приклеивать другие лепестки. Можно их приклеивать друг за другом или в шахматном порядке, как вам удобнее. Тут уже ваша фантазия. Мне хотелось сделать такой немножко растрепанный воздушный цветок. Продолжение следует... Когда уже все лепестки приклеены, я фиксирую основание нитками. Это позволяет еще больше раскрыться цветку. Далее я буду делать розу вывернутой. Приклеиваю лепестки в другом положении. Приклеиваю лепестки к розе уже другой стороной и таким образом создается эффект пышности. Приклеиваю лепестки к розе уже лепестки. Приклеиваю лепестки к розе уже лепестки. И вот такая потрясающая пышная розочка у меня получилась, смотрится она очень классно, вы сможете ее добавить в любой свой букет. Подписывайся на мой канал, ставь лайк, а также не забывай написать свой комментарий под видео. До новых встреч, всем пока-пока, увидимся в новых видео!